Дмитрий Васильевич Сироткин, владелец заводов газет-пароходов. Заводы были судостроительные газеты. Ну, например, давал деньги на утро России, сдававшуюся Павлом Рябушинским. Пароходов был целый речной флот. И как же все зависит от контекста, от взгляда одного человека на другого человека. Вот, например, Горький, не процитировать которого, находясь в Нижнем Новгороде, иногда просто грешно. В одном из своих очерков он характеризует Сироткина как умницу, бойкого, широкого человека. Мастером слова был Алексей Пешков. Ему даже не надо было писать широкой души человека. Достаточно просто широкий. И мы уже сразу понимаем, что речь не про шкаф. Почему же Сироткин был умницей, по мнению Боревистника Революции? Ответ мы находим в описаниях того же Горького. Обитателей ночлежного дома выгоняли на улицу в 6 утра. И они становились жертвами всех окрестных шалманов. Куда продрогшие босяки приходили спускать последние пятаки. Когда они были, а когда их не было, а их не было практически всегда, то пили там в долг. По весне все эти нищие становились рабами трактирщиков, которые сдавали их на работу, как свою собственность. Чтобы положить конец этой круговой поруке, Горький по инициативе Сироткина на деньги городской думы и купца Бугрова организовал пристанище «Столбы», названное так из-за массивного портика с колоннами. Здесь, помимо двухкопеечного чая и бесплатного хлеба, было даже пианино. А вот что писал в местной прессе журналист Власов Окский. «Жулябия отменнейшая». Ведь какие названия пароходовым своим дал? Труд, мужичок, воля, свобода, равенство, братство. Не зная, можно подумать, не купец, не судопромышленник, а революционер какой-то. А он на баржах вместо шести матросов четверых держит. Значит, каждый еще за пол матроса работает. Миллионами ворочает, а полтинники выжимает. Понятно, что люди могут простить все, кроме чужого успеха. Но, увы, тенденция, когда купцы одной рукой давали деньги на благотворительность, а другой рукой эксплуатировали самих же рабочих, была распространена и не только в Нижнем Новгороде. Какие полярные мнения, согласитесь? Однако, если мы посмотрим на то, как изображали Дмитрия Васильевича в местной прессе, то поймем, что не был он купеческим жупелом для барзописцев того времени. Его желание вести широкомасштабную деятельность в разных областях напоминает карикатуристам щупальца-осьминога, который пытается объять необъятное. Действительно, он и корабли строит, и в добыче нефти участвует, и в биржевом комитете приседательствует, как старовер возглавляет в Советстве Российских съездов стареобрядцев Белокреницкой иерархии. И, конечно же, городской голова с 1913 года и до самой февральской революции. Его порой непростые отношения с городской думой отражены в карикатуре, где последняя изображена в образе хитрой бабы, кидающей камень под колеса автомобиля Сироткина. Становится понятным, какими стремлениями был обуреваем тогдашний мэр Нижнего, и как они разбивались о неприятии собственных депутатов. Здесь, на набережной, Дмитрий Васильевич заказал собственный особняк братьям Весниным, речь о которых шла у нас у дома номер один. Это, опять-таки, ярчайший образец неоклассики в исполнении будущих мастеров конструктивизма. В Третьяковском порыве он собирался подарить дом городу под музей. И надо сказать, что именно музей здесь сейчас и находится. И если Павла Михайловича Третьякова знает вся страна, то благотворители Сироткина чтут, дай бог, только в Нижнем Новгороде. Конечно, масштабы не те, но все же. Пожелания у заказчика были не из ординарных. Например, в личных покоях он хотел иметь деревянный сруб. Это в каменном-то доме. В спальне фонтан, ну а в кабинете, как вспоминал Виктор Веснин, огромадные звезды из червонного золота. Глядя на строгий фасад, и не скажешь, что внутри скрывается такой кич. Довольно большую часть своей жизни Сироткин провел за пределами России, куда его вынесла волна революционной бури. Следы его теряются где-то в Югославии. Но остался самый главный след здесь, в Нижнем Новгороде, где напротив его дома установлен бюст, и Дмитрий Васильевич пополководчески глядит на плоды трудов своих. А с вами был проект Нижний с перцем.